К сожалению, не всем суждено родиться красивыми. Иногда природа наделяет нас внешностью, которую трудно назвать привлекательной. Но тут следует помнить, что счастье не только в красоте, ведь гораздо важнее здоровье. Сегодня я расскажу вам о женщине по прозвищу Грейс «Лошадиное лицо» и о ее трагической истории жизни. Итак, ее звали Грейс МакДэниелс. Она появилась на свет 14 марта 1888 года в небольшом американском городе Нума, штат Айова. Малышка родилась в семье фермера и с рождения имела весьма симпатичную внешность, в которой не было ничего особенного. Единственной заметной чертой, которая отличала девочку от других, было родимое пятно на ее лице. Поначалу родители не обращали особого внимания на черный участок кожи. Но когда пятно начало разрастаться, они поняли, что с их дочерью что-то не так. В 12 лет внешность Грейси начала стремительно меняться. Как выяснилось, пятно на лице девочки было совсем не родинкой. Оказалось, что она больна синдромом Стерджа-Вебера. Это сосудистое заболевание проявлялось в пигментации кожи, а также в развитии доброкачественных опухолей. Лицо несчастной Грейси начало сильно искажаться, а его черты деформироваться. К подростковому возрасту, когда обычно девочки превращаются в красавиц, МакДэниелс стала очень некрасивой. Девушка выглядела так, как будто на ее лице была какая-то непонятная масса, которая делала человека страшной, отталкивающей куклой. К 20 годам лицо Грейси стало похоже на самую настоящую лошадиную морду. Она действительно была уродлива, но, к счастью, болезнь не затронула ее разум. Хотя такие случаи далеко не редкость. Синдром Стерджа-Вебера часто сопровождается значительным ухудшением умственных способностей. Однако Грейси обладала не только доброй душой, но и еще светлым умом. Она была умной, начитанной и всегда старалась помогать людям. Просто было не так много людей, желающих поболтать, не говоря уже о том, чтобы подружиться с обезображенной девушкой. Кроме того, со временем припухлость вокруг рта стала настолько большой, что Грейси не могла толком говорить. Ее слова теперь больше напоминали какое-то непонятное чавканье. Так Макдэниелс полностью замкнулась в собственном мире, состоящем из книг и мыслей о своей непростой судьбе. Грейс поняла, что у нее очень мало шансов быть счастливой. Тогда она приняла решение извлечь все возможное из своей сомнительной внешности. Однажды женщина решила принять участие в конкурсе красоты, только наоборот. На конкурсе, который состоялся в 1935 году, должна была быть выбрана самая страшная дама Америки. И Грейс, конечно же, в нем победила. Трудно представить, что в наше время кому-то пришло бы в голову организовать подобное мероприятие, и вряд ли кто-то решился бы принять в нем участие. Но победа в странном конкурсе полностью изменила жизнь Грейс. Дело в том, что на конкурсе американку заметила одна важная персона – владелец цирка уродов. Надо сказать, что подобные шоу были очень популярны в те времена. Артисты получали хорошие деньги и даже славу, хотя и весьма сомнительную. «Но лучше быть знаменитым и богатым, чем презираемым и бедным», – считала Макдэниелс. Сразу после конкурса Грейс пригласили в труппу цирка уродов. Женщине было очень сложно преодолеть смущение и гордость, чтобы начать показывать себя на потеху публике. Макдэниелс изо всех сил старалась не показывать, как ей больно от того, что все смеются над ее уродством. И женщина была щедро вознаграждена за свои страдания. Она получала отличную зарплату, которую вряд ли кто-то мог себе позволить в те времена. Грейс выделяли почти 200 долларов за еженедельные выступления, в то время когда ежемесячный оклад строителя составлял всего 110 долларов в месяц. Американка начала покупать себе все, что хотела, включая красивые туфли и платья. Так Грейс пыталась немного скрыть свое уродство, которое по иронии судьбы принесло ей столько денег. Интересно, что у женщины с лошадиным лицом даже были поклонники. Грейси так сильно хотела любви, что однажды, будучи немного пьяной, отдалась одному из работников цирка и провела с ним ночь. Однако наутро мужчина признался, будто бы поспорил с друзьями на 100 долларов, что сможет переспать с лошадью. Эти слова стали для женщины настоящим ударом, но она привыкла терпеть унижения. Кроме того, ночь с негодяем не прошла для 48-летней Макдэниелс бесследно. Через 9 месяцев у нее родился мальчик. Элмер был здоровым и, что самое интересное, очень красивым ребенком. Грейс чувствовала себя совершенно счастливой, растя своего мальчика. Элмер безумно любил свою мать, считая ее самой красивой женщиной в мире. Мальчик вырос и стал великолепным мужчиной. Элмер действительно был очень хорош собой. К тому же деньги его матери сделали его богатым. Мужчина стал менеджером и администратором своей звездной мамы. Долгие годы он вообще ни в чем не нуждался. Однако семейная идиллия была нарушена тем фактом, что Элмер пристрастился к запрещенным веществам и алкоголю. На гадости он тратил очень много денег. В то же время слава Грейс постепенно угасала. Закончилось все тем, что женщина осталась без гроша. Она умерла в бедности в 1958 году в возрасте 70 лет. Через несколько лет после смерти матери Элмер Макдэниелс тоже покинул этот мир. Наркотики и алкоголь превратили его в раба и в 30 лет уволокли в могилу. Грейс не была хорошенькой, но в ее жизни было много приятных моментов. Она была богата, любима публикой, даже несмотря на то, что все это уплывало у нее из рук. Но такова наша мимолетная и переменчивая жизнь. В то же время по-настоящему счастливой Грейс сделал только ее сын, которого она просто обожала. Хотя ее путь на этой земле не был безоблачным, женщина с лошадиным лицом пережила много радостных моментов, находясь рядом со своим Элмером. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok